Только за первые недели этого года в стране после катания на тюбингах погиб один взрослый и около 10 несовершеннолетних получили различные травмы. Как говорят медики, травмы, полученные при катаниях на таких ватрушках, сродни тем, что получают участники аварий при лобовых столкновениях автомобилей. Это переломы костей таза, бедер, шейных позвонков. В Солигорском районе, к счастью, не зафиксировано ни одного травматического случая после катания на тюбингах. Но врачи напоминают еще раз о правилах безопасности при таком активном отдыхе. Основной минус его заключается в том, что человек во время движения не может вылезти из этого тюбинга. Скольжение у него достаточно большое, затормозить никаким образом ни ногами, ничем ты не можешь. Приподняв тюбинг кверху из-за того, что скорость быстрая его может задрать кверху, и попросту говоря человек может повредить себе шейный отдел позвоночника, переломать, то есть упасть, то получается как бы сам как таковой тюбинг вроде как безопасный, но из-за того, что вот вовремя человек не может спрыгнуть к кубарям, прокатиться, скажем так, то есть распределить вот это вот механическое воздействие, он не может вовремя свернуть, то есть на санках на тех же можно свернуть там, если даже впереди там какое-то препятствие. Он неуправляемый благодаря своей скорости, он неуправляемый, потому что нельзя каким-то образом, нету приспособлений для того, чтобы наклониться, наклоны в сторону особо не повлияют на его направленность движения.